всем доброе утро у меня расцвел цветок тут еще бутончики есть но почему-то только вот тут монет вот еще один лизит в общем как то непонятно это я я сегодня вот такая я такая ты у нас печатальон не кое-что должно прийти с алиэкспресс тоже может быть он мне тоже принесет не знаю в общем сидела сидела думала поеду сейчас либо в алькампу либо в меркадон они там рядом сардины захотелось потому что суп пюре я вчера с кабачками сделала но этого мало надо и рыбу захотелось сардины именно сделаю на гриле давно я это не ела нас были кое-какие планы но видите он звонит еще вам на телефон может он мне тоже видишь ведь сообщает чтобы что посылку приду привез два еще приедет чтобы оставить посылку в общем кое-какие планы были ну естественно поэтому я ничего не говорила чего в этом говорите планы перемещаются на другой день так что еду сардины делать да да моя рыба такая сладкая на гриле и кое-что там еще нужно ватные диски и и ватные диски что-то еще уже не помню в общем сейчас посмотрим думал на улице тепло а там так холодно ветер ледяной вообще хоть фуфайку одевай купила такие вот классные сардины килограмм пять евро стоит буду делать на гриле он там сделаю здесь чтобы не воняло вот швабры тут у меня стоят на сейчас я их промыла сейчас посолю и буду выкладывать на гриль еще на ужин себе купила мидии но это муж придет пускай не их чистит потому что я их боюсь чистить два евро стоит у нас мидии поэтому вот килограмм сделаю просто как альвапор что ли с вином здесь написано с вином ну да вина немного еще посмотреть откуда они о коруне с севера короче испании мидии с севера испании а сардины у нас обычно всегда с нашего порта с нашего порта порта или порт как его там назовешь вот что еще купила купила такие пироженки мои любимые маритоне ну может быть одну из сажиру а может быть и нет фиг его знает вот такие пока нет из этого из кукурузной муки на хлеб мужу помончика немножко я люблю хамон чтобы вырезали там такая очередина стояла к этому чтобы резальщицы что думаю немного возьму для хотелки клубника это другая клубника он уже нагрелась и вот такие вот из китайского ресторана у ресторана из китайского такие мне тоже нравится иногда покрыться и чай вот респира бьен но это ватные диски еще у меня в машине осталась бутылка воды и гель для душа в принципе все буду выкладывать сардины вот такая вкуснота не очень конечно красиво но зато очень вкусно и мой супчик пюре всем приятного аппетита а 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Осталось 3 рябешки. И так объелась рыбы. Даже, знаете, на голодный желудок ездила в магазин. И набрала, взяла целый килограмм рыбы. Это очень много для нас. Половина заморозила. Ну, пипец, с голодухи-то. Теперь такой сушняк. Выпила уже чаю, выпила воды, уже сок сделала. Уже не знаю, что мне попить. Чем мне утолить эту жажду. На улице у нас такая погода, что я не пойму. Дождик пойдет, не пойдет. Муж говорит, так холодно, похолодало. Очень сильно. В общем, не знаю. То прям темно-темно становится. То наоборот светло. Погода, конечно, не ахти. Я, наверное, сегодня никуда не пойду. Но его нафиг. Ветер, знаете, какой холодный вообще. В общем, два дня назад было 26 градусов. А сейчас у нас 16 теплометров. Ну, благо, что дома еще тепло. Не остыло 22 градуса, поэтому. Завтра уже опять повышение температуры. Будем опять греться. Блин, как они пахнут. На всю квартиру, друзья, они пахнут. Ну, вот эти вот такие оздоровенные. Они у меня вот так вот, как эти, блин. Не валяшки. Туда-сюда, туда-сюда. Главное, 4 маленьких, а 4 здоровенных. Как непонятные, какие-то несуразные. Несуразные. Хоть их прямо отрежь и в вазу ставь. Слушайте, а может так и сделать? Может их нахрен отрезать и в вазу поставить? Ну, тогда вот эти вот 4 будут, как не пришей к одному месту рукав. В общем, не знаю. Но запах, захожу в квартиру, и запах стоит просто сиреней. Кто-то мне писал раньше, что сиреневые, вот эти цветы пахнут сиреней. Они действительно пахнут сиреней. А вот эти еще не вылезли, но уже цветут. Вообще какие-то странные, да? Еще не вылезли оттуда, а уже цветут во всю. Все-то еще. Смотрите, это вот я конвертик, который подарила с лотерейкой. Написала Фелис Деде Сан-Хосе. И тут имитация губ. Типа того. Кстати, моя лотерейка выигрышная. Она 5 евро выиграла. Так что, видите, хоть 5 евро мой муж, да, урвал. Вот такие пироги. План у нас, может быть, переносится на завтра. Но опять, знаете, мы предполагаем, Бог располагает. Поэтому не буду не говорить, о каких планах. Но должно быть интересно. Так что подписывайтесь, друзья. На игрушку, на его встала. На игрушку, на его встала. Опс. Мы тут еще с одеялами. Я, кстати, тоже еще под одеяло. Но под пледом иногда валяюсь. Бывает прохладно. Ой, вы знаете, я сегодня же даже дрыхнула немного. У меня, по-моему, даже глаз размазанный. Да. Я что-то это... Рыба-то наелась. И на диванчике сериальчик включила. Беги. Опять с моим русским... Этим любимым актером. Как зовут, я его, конечно, забыла. Кстати, вы мне тут... Посоветовали вас, но не вы. Подписчица моя давнишняя, давнишняя, самая первая, посоветовала мне. Сериал «Восточные сладости». Я его включила, и я его смотрела. Он такой интересный, но я его уже смотрела. Жалко. И вот этот «Беги» я его тоже, по-моему, смотрела. Как же его актер вот этот? Зато знаю, как жену его зовут. Агата. А его как же зовут? Не помню, хоть ты убей. С головой вылетел. Когда из головы вылетит, то все, это уже никак... Ой, у меня там супка все еще валяется. То уже никак уже не войдет. Так что буду пить сок. На улицу не пойду. На его нафиг. В такой холод. Я уже все куртки просто уже прибрала. Мне идти не в чем. Как вкусно пахнет мокрым асфальтом. Я правильно сделала, что никуда не пошла. Потому что у нас дождик моросит. Смотрите, там вон в горах вообще все, видимо, еще больше. И так пахнет вкусно. Мокрым асфальтом. Вы любите запах мокрого асфальта? Я обожаю. Я заварила себе чай с шиповником. И буду сейчас смотреть сериал и пить чай. Смотрите, какая красота. Скоро зацветет мой. И мята. Смотрите, какая мята шикарная. Ммм, пахнет вообще. Обнюхаешься. Надо ее полить. Она очень сохнет. Так горшок маленький для нее. И она очень сохнет. Да, Чарли? Да? Сегодня мы с тобой остались без прогулки. Неверно. Этот что-то тоже полить. Он тоже разросся у меня так. Я всегда видела эти бутылки. Этот что тут? Непонятно, что с ним случится. Непонятно его будущее. Будущее его было. Он как-то не сложилось у меня с самого начала. Потому что с самого начала он у меня как-то непонятно рос. Неверная, неверная. Я уже, кстати, отварила чай. Дома так хорошо, уютно, когда на улице дождь. Сейчас полы помою. Не буду же я все время сидеть без ничего не делала. Полы помою, чтобы было чистенько. Слышите, какой дождик? В принципе, мне дождь нравится. Но есть одно но. У меня на работе полотенца сушится. Они были практически сухие. А у меня очень мало полотенец. Осталось чистых. Сегодня среда. Ой, на завтра-то мне хватит. А вот эти, наверное, хрен высохнут. Прям дождик такой зарядил. Слышите, какой? Вот сижу. Думаю. А завтра я хотела другую машинку поставить с белыми полотенцами. В общем, завтра, наверное, приду на работу, развешиваю все внутри, все полотенца. И поставлю еще одну машинку. На завтра вроде бы не передают дождик. Его на сегодня почти не передавали. Вообще, не знаю, откуда он взялся. Как это вот? Как же быть? Как быть? В общем, пипец какой-то. Даже, ну вот, передают, что небольшие осадки. Чубаску. Чубаску. В общем, должны закончиться. Вот теперь уже 8 часов. Ну вот уже в 12, в час уже нету. На завтра вроде бы, видите, солнышко. Выглянуло солнышко. Блещет на лугу. Блин, ну пипец. Все бы ничего, если бы эти полотенца. Если бы я знала. Вы знаете, если бы знаешь, где упадешь. Соломку подстелила бы, правильно? Выглянуло солнышко. Блещет на лугу. Я навстречу солнышку. По траве бегу. И ромашки белые рву я. Рву я на лугу. Слышите, какой запустил. И все серое. Смотрите, какое. Безденье вождь. Дождь. Дождь, а ну да, дождь. Дождь, а знай-ка. В принципе, я обожаю дождь. Ну вот, если бы не полотенца, блин, и с пузырями прям в лужу-то. Лужи с пузырями. Она как в детстве учили. Если лужи с пузырями, то же дождь зарядил надолго. У вас были такие приметы? Вам так бабушки рассказывали? Классно так пахнет. Ветра нет. Все, сошибись. Ай, вкуснятина. Полы сейчас помою, знаете. Время всего 7 часов. О, боже, как пахнет. Ты же офигеть, мужик. Я каждый раз нахожу. Поэтому еще высохну 150 раз. Кстати, вот гель. Не гель даже, а как он называется. Ну, типа лосьон для рук, который я купила. Думала, что это мыло для рук. Смотрите, какая симпатичная баночка. Сейчас я все оттуда вылью. Я вам вчера забыла ее показать. Симпатичная какая. Вчера я, завтра я... Сейчас все оттуда вылью. И добавлю. Я вот покупаю вот такой бель для душа. Он глицериновый. Глицерин здесь стопроцентный. Вот. И потом просто доливаю вот в такие банки. И все. Блин, жалко, конечно. Но, блин, я им не пользуюсь. Как же я так проворонила. Маруся. Маруся, раз, два, три. Калина чернявая. Дождь вроде бы у нас закончился. Ой, как же не пахнет. Каждый раз, как происхожу, каждый раз буду варить. Как же не пахнет. Вот. Я сейчас пойду умываться. Ставить себе чай. Сегодня купила Респиробьен. То есть дыши хорошо. Там всякие травки тоже. Чтобы нос прочистить. Я все думаю, что я сейчас опять заболею. Нет, конечно. Я чувствую себя замечательно. Никаких признаков болезни. Но, знаете, ко мне на работу приходят. То у них ангина. То у них грипп. То у них непонятно что. Сейчас вот такое время. Что, блин. Опять коври все у меня задраны. Полы мыло. Что заразу можно подхватить на раз, два, три. Тем более погода, видите, какая. Позавчера 26. Сегодня в 16. А то даже и 13. Это вообще пипец какой-то. В общем, холодрыга. Зима опять вернулась. Ну, слава богу, что завтра она уже уйдет. Зима. И, может быть, опять наступит к нам. Теплая весна. Кстати, сегодня какое число? А, 20. Ну, вот как раз завтра уже первая, как говорится, весна и наступит. 21 числа наступает весна в Испании. Кстати, во многих европейских городах тоже, по-моему, 21 числа. Если вы из какого-то такого города, то напишите. У вас весна началась или она завтра начнется? У нас начнется завтра. Ой, я все время забываю, что я накрашенная. И могу вот так почесать. Вот. Так что завтра у нас будет первый день весны. Надеюсь, он будет солнечным. Блин, и мои полотенца высохнут на работе. Иначе я не знаю, чем я буду голову сушить. Это вообще пипец. Ситуация, как это я так проворонила. Я обычно всегда вставлю полотенце. Тону внутрь, там, где у меня туалет и тералка. А это что-то... Только не передавали дождь, а я вот так проворонила. Представляете, Маруся. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра, надеюсь, запланированное сбудется. Так что не забывайте заходить ко мне на канал, подписываться и ставить лайки и оставлять комментарии. Я во всем очень рада. Всем желаю здоровья. До завтра. Всем пока-пока.